День добрый, приветствую господарству! Итак, как вы уже поняли из названия, будем сегодня делать небольшую лекцию, обучающую такой курс программу касательно настроек и работы гражданского автомобиля. Будем обсуждать, как, что делается, зачем, почему нужно и, собственно, уделим много внимания тому, какие ошибки допускают люди, пытаясь что-то изменить, улучшить, усовершенствовать в своем автомобиле. Как вы понимаете, карантин, самоизоляция, сидим дома и наиболее такая удобная момент и ситуация заниматься самообразованием. Что мы будем делать в ближайшее время? Я попытаюсь подключить с него очень опытного, известного специалиста, человека, который хорошо знаком с автомобилями, достаточно много времени провел, именно настраивая, изучая и работая с техникой. Я думаю, многие его и так хорошо знают. И попробуем с ним сегодня провести такой диалог. Попытаемся и сами получить какие-то знания и поделиться этим знанием с вами. Так что встречаем. С нами Станислав Александрович по скайпу. Благодаря всем этим вирусным историям удалось вырвать время и найти возможности поговорить с чемпионом России по ралли, помню, 2001 года. Правильно, Станислав? Да. Выигрывал этапы чемпионата Европы по ралли. Сейчас можно сказать по совместительству, ну не сейчас, а являлся долгое время гоночным инженером своего сына обоих сыновей. Правильно? И Коля, и Васе. Да, немножко в этом понимаем. Да, но я к чему, собственно, подвожу, что Станислав человек очень опытный, именно очень глубоко понимает технику, разбирается в ней, умеет ее настраивать. И в свое время делал большой цикл лекций на тему именно постройки настроек и вообще движения работы раллийного, спортивного автомобиля, да? Станислав, правильно? Я хотел бы уточнить, что у меня все-таки опыт в работе со спортивной техникой. И надо понимать, что настройка любой техники – это всегда компромисс от автомобильной техники. И, скажем, у меня опыт именно в работе со спортивной техникой, где попытка добиться немножко других характеристик, чем пытаются добиться от гражданского автомобиля. Поэтому надо понимать, что инженеры, работающие и настраивающие гражданский автомобиль и спортивные – это все-таки разные специализации. Поэтому здесь я, скажем, не чувствую в себе уверенности, какие-то советы давать, что касается работы с гражданским автомобилем, потому что там многие решения, но сделаны не оптимальны с точки зрения спорта. А на спортивных машинах в обычной жизни просто есть невозможно. Поэтому здесь немножко разные задачи и разные опыты. Станислав любит немножко так преуменьшать свои достоинства. Тем не менее, человек, который очень глубоко разбирается в технике, очень глубоко понимает, как она работает в деталях и может объяснить, почему именно так это сделано. Я так считаю, Станислав. Вы уже, конечно, преуменьшаете свои достоинства, но я бы хотел все-таки похвалить, как человека технически очень грамотного и развития. Спасибо за такое представление. Могу сразу сказать, что даже при всех современных способах компьютером моделирования всего на свете, все равно очень много доводится в поле на испытаниях. Поэтому очень много нюансов влияет на поведение автомобиля. И, к сожалению, людей, которые досконально знают, что на что и как повлияет, просто, на мой взгляд, нет. Поэтому мы можем предполагать, что если мы это изменим, то предположительное влияние будет такое. Но предполагать все невозможно. Поэтому нужно, говорится, тестирование, нужна проба. И это такая достаточно кропотливая работа. Ну, тем не менее, смотрите, Станислав, у меня просто за долгое время вообще работы с автомобилями, ну, как работы, скажем, увлечение автомобилями, сложилось мнение, что современный автомобиль – это очень такое законченное изделие, в котором многие характеристики, то есть была у инженера какая-то цель, вот. И в движении к этой цели все характеристики очень плотно связаны между собой. И буквально малейшее вмешательство уже в готовый, настроенный, даже гражданский автомобиль приведет к тому, что мы систему введем в какой-то дисбаланс. Вот как вы к этому мнению относитесь и что вы можете сказать по этому поводу? Ну, полный согласен, потому что любая настройка машины – это всегда некий комплекс очень большого количества параметров. И невозможно там какой-то один параметр, что называется, изменить. И изменить только один аспект поведения автомобиля. Как правило, это повлияет на все аспекты. И часто ты одно делаешь что-то лучше, а при этом делаешь многие вещи хуже. Поэтому, да, действительно, автомобиль, который, скажем, мы там покупаем у граждан, это действительно законченное изделие, в котором инженеры, потратив на это много-много времени и усил, добились какого-то оптимального поведения под некую техзадачу. Здесь можно говорить, насколько соответствуют техзадачи поставленные инженерам вам. Потому что понятно, что техзадачи для инженеров, которые настраивали Ferrari и, например, Hyundai Solaris, они, наверное, были разные задачи. И нельзя сказать, что одни решили лучше друга. Они просто разные задачи решали. Но надо считать, что из Hyundai вряд ли получится сделать Ferrari, а с Ferrari, говорится, сложно будет сделать по управляемости и по каким-то характеристикам Hyundai. Поэтому надо не пытаться говорить, что хорошо решили инженеры задачу или плохо. Как правило, они решают, хорошо ли его, очень хорошо. А понимать, каков было изначальное техзадание к этим инженерам. То есть, какую задачу они пытались решить. И если вы берете машину, вам она не нравится, это не значит, что инженеры плохо сделали. Значит, вы просто взяли машину, в которой техзадание для инженеров было не под вас сделано, а под какого-то другого, например, драйвера, который любит ездить с рассадой на дачу, например, загрузив задний багажник побольше. Да, ну тут на смысле сходится. Поэтому давайте начнем с того, что следующая вещь, которая хотелось бы еще начать, еще объяснение, есть такое мнение, опять же, не факт, что мы правильно, хотел бы спросить, но тем, что многие вещи в машине строятся вокруг колеса вообще на самом деле. То есть, есть какое-то, ну не знаю, как это к чему-то приходит, почему появляется определенное колесо определенного размера форм-фактора, но тем не менее потом инженер, исходя из какого-то вот имеющегося типа размера предполагаемого, который будет в этой машине, он уже настраивает всю остальную ходовую часть, на всех испытаниях с этим колесом машина настраивается очень тонко. И многие вещи, которые в машине потом появляются, те же там гидравлические стойки, амортизаторы, стабилизаторы и прочие-прочие-прочие элементы, они все-таки каким-то образом пляшут от колес. Вот насколько верно это утверждение. Ну, оно отчасти, наверное, но... Непонятно, что от чего пляшешь, что, как говорится, курица и яйцо, но то, что колесо является очень важным элементом вообще подвески автомобиля, если не самым важным, это однозначно. Вот. И поведение там, как бы замена колеса там, не знаю, просто там со самой покрышки либо вообще там заменение характеристик колеса очень радикальные, часто они в лучшую сторону влияют на поведение автомобиля. Ну, любой, наверное, может это замечать, допустим, когда... Ну, сейчас все ездят зимой на зимних колесах, а летом на летних. Это раньше всегда там на B85 ездили, и зимой и летом, и все было нормально. А сейчас, значит, ну, все, наверное, замечали, что когда, так скажем, с зимних колеса переходишь на летнем, поведение машины достаточно ощутимо меняется. Хотя и размерность та же, и все то же самое, просто зимнее колесо более мягкое, и это более мягкое колесо, но радикально, именно радикально влияет на управляемость, на реакции автомобиля, это может каждый понять. А уж если мы будем говорить о более радикальном изменении, скажем, колеса, то, конечно, это еще большее влияние на поведение автомобиля влияет. А подвеска, ну, она, так сказать, с этим связана непосредственно, и не учитывать, с какой-то на машине, на весу невозможно. Поэтому, конечно, либо идет проектирование от колеса, там, опять же, по тех заданиям смотреть, либо, ну, там, скорее всего, да, все-таки там колесо, а, скорее всего, Андрей, вы тут правы, что проектирование ведется от колеса. Ну, то, что это единая система, и невозможно ее независимо рассматривать, это факт. Ну, давайте поговорим более детально на эту тему, мне кажется, отличный материал для начала, вообще, всех лекций. Ну, если взять колесо, ну, можно выделить таких три существенных момента, которые характеризуют колесо, помимо его геометрических размеров, да, то есть это, ну, коэффициент сцепления, понятно, да. Вот, также у нас есть уже в поведении колеса то, что нас будет интересовать в плане управляемости, это угол увода колеса, возникающий при каких-то боковых нагрузках, когда достаточно серьезно колесо-таки деформируется постоянно. Ну, и третий, какой момент, который бы хотелось бы прояснить, это уже не само колесо, а конструкция подвески, которая связана с колесом непосредственно, это плечо обката. Вот, и тут хотелось бы начать, наверное, с чего? Поговорить все-таки, наверное, про то, что колесо все-таки деформируется, правильно? Вот, и это очень сильно влияет именно на то, что мы говорили сейчас только что про летнюю и зимнюю резину, да, что вот мягкая, что мы сильно замечаем разницу. Давайте проговорим о том, как оно деформируется, и, может быть, какие шаги, и на что это влияет настройки подвески в будущем, и почему это так важно, и почему важно соблюдать вот эти вот типоразмеры, чтобы деформация была в рамках вот того, чего учел инженер потом в подвеске. Как-то я сложно сформулировал, наверное? Нет, ну, понятно, что любое колесо, любая покрышка, оно имеет определенные нагрузки, определенный угол увода, так называемый этот, и он, ну, разный колес, разный. Вот, поэтому, в частности, там, характеристика поворачиваемости машины избыточная, недостаточная, нейтральная, она очень сильно с этим связана. Вот, ну, то есть понятно, что она, скажем, в некоторых машинах, у которых не одинаковые колеса, ну, то есть, скажем, там, разноразмерные колеса, это, в частности, сделано для решения вопросов там управляемости. Если у вас, скажем, одинаковые колеса, ну, на обоих осях стоят, то здесь очень важно использовать, ну, одинаковые колеса, имеется в виду одного производителя, одной марки, потому что, если, скажем, поставить колеса задние более мягкие, с которыми, ну, при прочих равных будет угол увода больше, чем у передних, например, а передний более жесткий, вот, мы получим, ну, как вот в моем примере, там, с летними и зимними колесами. Если на заднее оси остаются зимние колеса, а вперед поставить такие, ну, достаточно цепкие, жесткие, этот, с небольшими уводами летние колесо, то машина будет сильно избыточная. Вот, ну, и наоборот. Ну, это, опять же, можно легко понять, проэкспериментировать, например, там, спустить задние колеса, там, не знаю, там, до 0,7-0,8, а передние накачать, там, до 2,5, и попытаться какую-нибудь змейку проехать. И сразу будет понятно, о чем я говорю. То есть мы искусственно добиваемся большего угла увода на задних колесах, чем на передних. Поэтому и это действительно очень-очень-очень-очень важный аспект, его надо понимать, почему, например, ну, то есть это показывает влияние угла увода на управляемость автомобиля. Вот, в частности, допустим, ну, вот, такой из своей практики, решением, когда, ну, бмв, они такие, ну, как, в принципе, большинство машин, они все, этот, имеет недостаточную поворачивание. Ну, это конструктивно заложено для безопасности. Вот, когда я, там, со временем гонял по нербуркингу, у меня была тренировочная машина, это М3 в 46-м кузове. Ну, вот, там тоже, ну, она реально пырявая автомобиль. То есть в предельных, там, режимах она, так сказать, постоянно морду пропихивает. Ну, что бы там ни регулировал, что бы ни делал, ну, это серийная была подвеска, ну, как бы, там, серийные рычаги, там, все там, геометрия не менялась радикально. Вот, невозможно это было сделать, просто, но на этой машине разноразмерные колеса. То есть передние колеса уже, задние колеса шире. То есть в итоге решил вопрос тем, что стал есть на равноразмерных колесах. То есть спереди стал использовать такие же колеса, как сзади. Вот, у них, соответственно, чуть меньше угол увода. Вот, пришлось немножко там раскатывать передние крылья, чтобы колеса вошли. Но, тем самым, машина стала, так, управляемость стала более нейтральной. Именно то, что я хотел. Вот, именно это не за счет того, что там пятно контакта стало там больше, там, что-то еще. Просто я уменьшил, действительно, углы увода на передних колесах за счет использования более широкого колеса. И это позволило решить проблему. В частности, когда вот, допустим, на заднемоторных автомобилях заднее колесо намного шире, чем переднее, это не только для того, чтобы реализовывать там повышенную мощность, чтобы колесо не пробоксовывало. Это, в частности, сделано для того, что задняя ось, на ней больше веса находится. И, соответственно, этот большой вес больше деформирует силовым образом, ну, как покрышку. Это тоже приводит к большему воду. При прочих равных это делает машину, ну, так сказать, естественно, более избыточной. И вот установка большего колеса, более широкого, это способ, так сказать, эту избыточную управляемость немножко у машины убрать, как бы привести ее к нейтральной, либо недостаточной, как должно быть. Она даже, машина, так сказать, даже спортивная, должна быть чуть-чуть недостаточной. Вот. Это тоже такой очень важный способ воздействия, регулировки управляемости машины. Не знаю, так понятно я объяснил. Ну, мне лично все понятно. Надеюсь, зрителям будет тоже. Ну, смотрите, вот хотелось бы такой пример из жизни-то приземлить, потому что люди, я чувствую, уже будут сейчас спрашивать. Вот типичный вопрос, который возникает у обычного потребителя, да, вот у меня на машине стоят какие-нибудь высокопрофильные, относительно высокопрофильные колеса, да, с большими булками. Ну, по заводу такие колеса стоят. Я хочу поставить колеса, мне так хочется, с низким профилем, так? Соответственно, в теме увода колеса, если это приземлить на наше обсуждение, правильно получается, что инженер запроектировал машину, задавал какие-то характеристики, исходя из этих колес, высоким профилем, да, исходя из какого-то достаточно серьезного бокового ввода этого колеса. Человек поставил колеса с низеньким профилем. Что изменится в поведении автомобиля, и чем это будет чревато, что получит этот человек потом с этим автомобилем в езде? Ну, допустим, передний, передний, задний передний автомобиль. Что может поменяться? Ну, так, обобщенно. Я понимаю, что очень много специфики, но так, обобщенно. Что может произойти с такой машиной? Ну, как в анекдоте, ну, во-первых, это красиво. Согласен. В принципе, да, я, так сказать, хорошо отношусь к визуальному тюнингу, если он не влияет негативно на, так сказать, поведение автомобиля. В данном случае, да, однозначно будут изменения, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Самое главное, что если таки меняем колеса, то надо менять на обоих осях, вот, ну и, соответственно, там следить по давлению, чтобы рекомендованное, не именно давление, что, возможно, здесь придется, но в другом давлении есть, но разница давления между передним и задним колесом, вот это, как бы, относительное отношение давлением переднего и заднего. Его желательно сохранить для управляемости. Конечно, чем меньше профиль, тем меньше углы увода будут у колеса. Даже, на самом деле, еще на углы увода влияет не только профиль, а сама мягкость протектора и так далее. И высота его, как ни странно, тоже. Разряженность протектора. То есть, какой-нибудь, там, не знаю, там, а-ля Псевдосли, который часто используется на трех днях и так далее. У него плотная очень сам беговая дорожка, так назовем, и с минимумом протектора. То есть, такое колесо даже при прочих равных будет иметь значительно меньший увод, чем обычное колесо с развитым протектором, на таком же корте сделано. То есть, вообще, вклад в увод колеса непосредственно протектора больше, нежели, как говорится, высоты булки. Поэтому, если мы делаем, сохраняя и ширину колеса, и общий диаметр колеса тем же, просто делаем, ну, скажем, колесо большего диаметра и за счет этого, и меньшего профиля, то машина будет просто чуть более четкая. Все реакции будут более острые на ее любые. Она будет менее комфортная, соответственно, проходить. Но какой-то радикально изменимой управляемости не произойдет. То есть, машина не станет там ни избыточной, если она была. То есть, она какая была, такая останется. Просто будет, скажем, все переходные режимы, как я называю, движения, они будут более короткие. Вот, кому-то это нравится. И, наверное, там на хорошей дороге, там летом, это вполне себе, ну, какой допустимый и часто используемый тюнинг. Я как раз за такие решения. Но при определенных вещах. То есть, я не вижу в этом серьезных проблем. Ну, можно ли сказать, что для человека, который неподготовленный, если говорить про какое-то контраварийное приемы, у человека с таким низким профилем будет меньше временно подумать? Машина становится более резкая и чуть что ее может очень сильно куда-то... И он не успеет. Именно так, да. Машина будет более резкая, более быстро на все реагирует. И это, в принципе, чем жестче машина, чем она, так сказать, более спортивная, тем она быстрее на все реагирует. То есть, это как у любой палки из два конца. То есть, это, с одной стороны, хорошо добавляет какое-то драйверских ощущений. Такая машина четкая, все. Но, с другой стороны, это требует определенного скилла от человека, сидящего за рулем, если у него там нет ESP, либо она не очень хорошо, хорошая или хорошо настроена. Ну, про ESP хотелось бы отдельно, может быть, как-нибудь поговорить, но все не менее. Ну, это ладно, потом, потому что настройка ESP тоже может быть связана с колесами, потому что длина импульсов, она может быть учитывать то, что закладывалось на заводе. Следующий момент, да. Станислав, смотрите. Люди часто ставят колеса не просто низкий профиль, а часто бывает такая тема, что начинают ставить колеса пошире, чтобы все это немножко выпирало за габарит автомобиля, все считают, что расширить колею почему-то это лучше. Мало кто знает, зачем это делается, но делают, опять же, чтобы красиво, ну, у кого-то такой вкус есть, кто-то начинает там баловаться расширителем и так далее. Вообще, к чему приводит увеличение колеи, если ничего не меняется с подвеской, а это делается только за счет установки колес с большим вылетом, ну, или с расставками, не дай бог, если кто-то там балуется, всяческие способы и методы. К чему это может привести вообще, и как это сказывается, мы управляемся на самом деле? Ну, как корректнее говорить, наверное, с маленьким вылетом, чем меньше вылет колеса, тем, соответственно... В отрицательную сторону, да. Да, ну, то есть, соответственно, ну, либо проставки устанавливаются. Да, вот я, честно скажу, сильный не сторонник такого тюнинга, более того, что я максимально не рекомендую его делать, потому что если уж вы хотите, чтобы колесо у вас там, ну, визуально красивее смотрело, надо не просто ставить проставку, надо туда просто более широкое колесо уходить. Это тоже не совсем будет в плюс, не только в плюс, но будут серьезные минусы. Вот, но меньше, чем просто, скажем, там, поставить проставку, расширить колею за счет проставки, то сильно увеличивается плечо обкатки, о котором вы, Андрей, упомянули в начале нашего разговора. Вот, а это очень сильно обостряет реакцию машины на всякие неровности и неоднозначности на дороге. То есть машина становится более нервной и в каких-то критических ситуациях может быть повестись в себя небезопасно, особенно при проколе колеса. То есть если современная машина проектируется так, что там, если, наверное, даже на 150 у тебя лопнет переднее колесо, то серьезных проблем не произойдет. Если ты в этот момент не писал смс-ку по телефону, вот, а держался двумя руками за руль, то без проблем остановишься спокойненько, выезж, поменяешь колесо. А здесь такого уже может не получиться. Вот, поэтому вообще я бы не рекомендовал сильно изменять плечо обкатки на гражданских автомобилях относительно того, которое задано инженерами, которое заложено инженерами. То есть, да, на спортивных машинах его сильно увеличивают, как правило. То есть это способ. Но на таких машинах, честно скажу, невозможно нормально ездить в гражданской езде. То есть они... То есть это увеличение плечо обкатки на спортивных машинах делать, потому что машина начинает адекватно ехать в максимально нагруженном состоянии, то есть когда она в предельном режиме проходит в поворот. Во всех других режимах они просто становятся очень некомфортно ехать. Опять же, про ту машину, по которой рассказывала, вот BMW, на которой там в свое время, когда тренировался, широкие колеса впереди стало, там достаточно радикально было увеличено плечо обкатки, как бы передние колея расширена. Вот. И, скажем, от места, где она у нас стояла, хранилась до трассы. Так как она была тренировочная, то есть она была на номерах, на ней можно было ездить, в принципе, по дорогам, вообще в пользу. Не чисто был гоночный автомобиль. Вот. Поэтому мы своим ходом добирались до трассы. Ну, честно скажу, там километров 25-30 нужно было проехать, но это было нереальное мучение. То есть по трассе на ней ехать было одно удовольствие, а вот просто проехать от городка там до трассы, это было, конечно, крайне некомфортно и неприятно. Она реагировала на любые изменения, на любую колейность, на любые какие-то... Ну, то есть просто цепляешься зубами в руль, а ее все равно штырит от обочины к обочине. Ну, крайне некомфортная езда. Вот. Ну, а вот в гоночном режиме обратно в ситуации. Все хорошо. Поэтому для гражданской езды здесь вот, скажем так, плюс только визуально, все остальное минус. То есть, если хотите добиться визуального плюса, ставьте просто более широкое колесо. Это тоже приведет к тому, что более широкое пятно контакта, оно добавит нервности в автомобилях однозначно. Но, как минимум, мы не изменим сильно плечо обкатки или вообще его желательно не менять. Это будет минимум негатива в этом направлении. Вообще, конечно, если менять диски, надо очень важно знать, какое у тебя штатное плечо обкатки и сравнивать ЕТ штатного диска и тот, который ты берешь. То есть, я считаю, что можно немножко изменять ключо обкатки. Правило оно сейчас положительное. Мало на каких машинах его используют. Отрицательное. Но его можно изменять, но не радикально. В пределах, может быть, 10 миллиметров максимум. Я думаю, что 10 миллиметров это уже будет достаточно ощутимое изменение. Больше и больше точно я бы не рекомендовал. Ну, смотрите, Станислав, можно ли сейчас дать такую рекомендацию? Если человек, допустим, вот у него есть автомобиль, и он хочет, чтобы этот автомобиль был как можно более стабилен на высоких скоростях. Чтобы на скоростях 150-200 он мог уверенно, стабильно двигаться по какому-то автобану. То есть, не трек, не гоночные условия, не трек, даже не гравейная дорога, а хороший асфальт. И вот человек хочет стабильный автомобиль максимально устойчиво на высокой скорости. В какую сторону нужно двигаться с плечом обкатки? Никуда не надо двигаться. Эта задача оптимально решена в штатном автомобиле. Это то, что во главу угла ставится при настройке современного автомобиля. Любые изменения, которые будут делать, они будут этот параметр ухудшать. Ну, что плюс, что минус, это всегда будет плохо. Да, то есть, как ты увеличишь колею, увеличишь плечо обкатки, да, машина будет чуть лучше проходить нагруженный поворот, быстрый скоростной дугу, еще что-то. Но она однозначно будет хуже ехать на прямой. И так далее. Ну, то есть, как раз у движения, комфортное, безопасное движение по прямой, это фокус, который ставят для себя инженеры, настраивая подвеску. Все остальное, это уже компромиссы. Вот этот момент, как раз в большинстве автомобилей, ну, и в подавляющем большинстве автомобилей, решен очень хорошо. Поэтому, если вы хотите не ухудшить этот параметр, ничего не трогайте вообще в машине. Это будет оптимально. Могу, опять же, историю своей из-за недавнего прошлого рассказать, если это интересно. С моего, как говорится, неудачного тюнинга. То есть, у меня есть такой, как бы, авитетный старый автомобиль, BMW Z3. Вот, в свое время, как говорится, там, ну, несколько лет назад в Очхашстане машину купил, вот, довел до ума такой, машины выходного дня. То есть, такая, маленькая купешечка. Вот, и мне, что не нравилось, там, на штатной подвеске, ну, как-то там, если кто знает, там, как у, там, передняя ось от 36, но вообще, там, это на базе 36-го кузова BMW машина сделана. Именно конкретно компакта. Вот, передняя подвеска там полностью, как у всех машин на 36-м кузове. И там задний сайлентблок в L-образном рычаге, он такой, с вырезами, дерево, мягкий. Ну, и, соответственно, для того, чтобы как раз более комфортно проходить, да. Чтобы, соответственно, ехать по прямой на такой машине, одно удовольствие. Вот, когда у нее полностью все сделали, она на ней взял, покатался, так далее. Там было изменение, там, по высоте ее поменьше сделали, и колеса там и другие поставил. В общем, там достаточно много было тюнинга, но все, как говорится, в пределах, когда вот именно базовые вещи не менял. Машина отлично ехала. То есть, я катался на ней, получал огромное удовольствие. За исключением одного небольшого... Она именно по трассе очень хорошо ехала. То есть, на ней в Ригу катался. Тогда, то есть, по прямой, одно удовольствие ехать. Ну, что она, говорят, по трассе, когда не нужно, там, не по картодрому гонять, а вот именно по прямой. За исключением того, что вот когда так и нагружено всего образом проходишь поворот, у нее есть такой эффект немножко доруливанный. То есть, ну, неоднозначно. То есть, как бы ты заложил машину в порт, а она потом, когда вот эти все резинки смялись, она еще чуть-чуть доворачивает. Вот это вот на уровне... Это и то, это если прислушиваться. И так далее. Ну, мне захотелось больше однозначности. Я думаю, дай-ка я поставил туда от М3 задний вот этот сайлентблок. С эксцентриком такой. Который жесткий, да. Который без всяких вырезов. И он немножко симметричный. То есть, он еще и кастр добавляет машине. Да, да, да. Вот. Я это сделал, да, конечно, повороты на ней проходить, оно удовольствие. Прям желание заехать на картодром и там погонять возникает на ней. Ну, скажем, я это делал в Риге, ну, в команде у себя, что называется, мне там ребята все сделали. Ну, вот туда я ехал на нормальную подвеску, назад сайлентблок. Ну, я плевался просто. Вот, я до Москвы доехал. Вот, сейчас вот буду менять назад, когда все эти вирусы кончатся и так далее. Ну, вот. Маленький плюс, который я получил, вот, добавил кучу негатива вот именно при такой обычной гражданской езде. Ну, то есть, вот, как раз именно стало неприятно ездить по прямой. То есть, машина радикально стала жестче реагировать на любую колейность. То есть, ну, вот. То есть, одной рукой там придерживаться, так руль ехать уже невозможно. То есть, вот ты едешь третий, там, 900 километров, вцепившись, как дурак, двумя руками в руль, как говорится, знаешь, как в автошколе учили. Вот. Приехал уставший, как собака, что называется. В отличие от того, как туда ехал. Туда ехал, получал удовольствие. Вот. На стандартном. Отсего-то поменял. Вроде бы ничего там. Чуть-чуть, то есть, с точки зрения геометрии, чуть-чуть изменил кастер. И более-более жесткий сайленблок. Это вопрос о том, что, наверное, не просто так. Инженеры в серийном сайленблоке, там, говорит, понаделали этих дырок. Не резиную экономию, точно. Немножко не к плечу обкатки, но это, скажем так... Ну, это связано, да. Да, но некий пример тоже. Там в свое время одно из решений было, там, другие тормоза ставил, и они не вставали корректно с тем колесом, который мне там стоит. Я-то буквально проставку поставил в 2 миллиметра. В 2. То есть, это я фактически там... Ну, это вот фольгар. Да, да. То есть, я и ты уменьшил на 2 миллиметра, соответственно, на 2 миллиметра увеличил, там, ну, может, не на 2, может, там, чуть-чуть, ну-ка, будем считать, на 2 миллиметра, вычет плечу обкатки. Ну, ты что, ты, при вот таком вот колесе, этот, на 2 миллиметра, ну, это радикально повлияло. То есть, это не просто, что называется, стало заметно, это стало неприятно заметно. То есть, мне потом пришлось менять, решать этот вопрос, убирать эту проставку, решать этот вопрос просто, там, ну, переделкой крепления машинки, там, тормозов и так далее. То есть, более сложной переделкой, ну, чтобы не уходить от, так сказать, оптимального. Это, хотя оно у меня уже было немножко изменито, так сказать, чуть-чуть больше торм. Ну, вот еще лишние 2 миллиметра очень негативно сказались на поведении автомобиля. Поэтому, не надо. Лучше, лучше не надо, да. Здесь нужно быть аккуратным. Здесь, как говорится, такая, что-то вроде бы, это красиво, но вот не все, что красиво, полезно. Кстати, Станислав, вот по деформацию хотел закончить, но вспомнил один важный момент, тоже связанный с колесами, тоже связанный с таким народным тюнингом гражданских автомобилей. Это люди очень часто выпускают очень важную связь ширины покрышки резины, да, самой, и ширины диска. То есть, очень часто с завода машина выходит на достаточно узких дисках, минимально достаточных для какого-то заводского размера колеса. Человеку хочется вот красоты поставить ниже, шире, само колесо, да. Вот. Но то, что нужно поменять диск, многие забывают. Давайте обсудим сейчас момент, когда у нас, допустим, есть с завода диск, допустим, какой-нибудь стандартный 6,6,5 дюймов, да, а ставится резина какая-нибудь 225, допустим, которая по-хорошему требует, там, для спорта вообще на такую резину нужно, там, 8,8,5 дюймов диск, да. Ну вот, что получит человек, если он на узкий диск напялит такую широкую резину, даже в гражданских условиях? К чему это может привести? Ну, как раз, я как раз такой проблемой у людей, занимающихся тюнингами, не наблюдая, обратная ситуация, стараются, как я называю, поставить колесо трапецией, что так в простонародье, да, называется, когда у тебя там пятно контакта радикально больше по ширине, чем ширина самого колеса. Мы просто приводим к тому, что машина становится нестабильной напрямой, у нее очень большие уводы колеса, именно за счет этой деформации. То есть, как железно начинает себя вести, и это очень некомфортно на такой машине ездить. Ну, плюс еще некрасиво, почему многие так не стараются делать. Вот, обратно, есть обратная ситуация, которая, это когда, как раз, в растяжку колесо ставит, то есть, когда диск относительно шире, чем ширина колеса. То есть, когда у тебя не, вот, не так вот булка, а вот так вот, ну, как бы, растянут на колеса. Да, это приводит к определенному, там, ну, более четкому поведению автомобиля, но имеет тоже ряд негативов. Вообще, здесь, я тоже скажу, такое есть, в интернете набрать есть куча, как это, под каждую ширину диска есть рекомендованная ширина колеса. Вот, желательно за нее не выходить. Ни в одну, ни в другую сторону. Если вы хотите чуть больше, чуть более точную машину, более резкую, вы уверены в своем уровне пилотирования, и вам хочется такого более четкого, более, как бы, реагирующего быстро автомобиль на ваше воздействие, то можно сделать, как бы, подобрать колесо под ту резину, которую вы планируете использовать, именно по, по максимальному диапазону. То есть, если вы там используете, наверное, 225-е колесо, значит, посмотрите по таблице, какой максимальной ширины диск можно использовать по такой колесу. Не используйте шире. Вот. То есть, вот к этой границе приблизитесь. Если вам хочется больше комфорта, то попадите где-то в середину диапазона. Это будет оптимальное решение. Вот. Но вот эти рекомендации, они не с потолка взяты, они, это результат достаточно серьезного количества из, так как так, исследований и экспериментов. Более того, что если вы внимательно посмотрите, что часть резины, вот там у нее написано, 225, а если вы начнете там с танглицильром мелить, вы ни в одном месте 225 можете не найти. То есть, это тоже не просто так сделано. Это часто сделано для того, что это фактически условный размер. То есть, он понимает, что он, конечно, он не сильно, но он никогда точно не совпадает реально с этим ситуацией. Это тоже такой, говорится, маленький секрет шинников. То есть, это подбор резины под, так сказать, то, чтобы попасть в определенные другие характеристики, чтобы человек не мучился, какой ему, допустим, можно ли эту резину ставить на этот диск. Вот это очень важный аспект. я, кажется, не буду сейчас озвучивать табличные значения, но, во-первых, их много, во-вторых, я их просто на память не помню, но они на каждом углу есть, и это важно, важно, важно смотреть. Ну и завершить тему колес хотелось бы таким, вот сейчас будет сложный момент, на переднем приводе эффект вилл-хоппинга, так называемый. Очень часто люди сталкиваются с этим, именно вот с переходом, с заменой колес, вообще на любые, вот штатных, то есть, когда вообще покупают машину с фона, вроде все хорошо, проходит какое-то время, не могу стартануть, все прыгает, трясется, понятно, что общий износ влияет, и резинки, и амортизаторы, ну вот эту тему хотелось бы сейчас вот этой темой завершить сегодняшнюю вот лекцию, потому что, мне кажется, она очень сложная, и какие вот есть вещи, которые влияют на вилл-хоппинг, в первую очередь, что нужно будем посмотреть, что делать, а что вообще не трогать, ни в коем случае, чтобы этот эффект не усилить. Ну, Греш, то все-таки, понимая, что мы сразу начинаем сваливаться к понятию там, там, колебательной системы, и, собственно говоря, собственно, частоты колебаний, и, возможности амортизаторов ее гасить адекватно. Опять же, к тому, что штатные амортизаторы, как правило, на бюджетных автомобилях, у них эта функция особо не закладывается. У них функция только, так говорится, общую раскачку кузова, там, что называется, гасить. Вот, поэтому, да, при агрессивной езде это даже не обязательно на изношенной подвеске, это и на новой подвеске вполне себе возможность. Потому что, если вы ездите так, что вы с этой проблемой сталкиваетесь, то есть, вам важно, как-то с дымом стартануть с перекрестка, ну, либо миритесь с этой проблемой, либо ставьте нормальную подвеску, я так считаю. То есть, как-то отменить законы физики невозможно, поэтому причины, за которых это возникает, мы устранить вообще не можем, принципиально. Ну, как бы нам не хотелось летать, мы это просто так, левитировать, мы это не можем, потому что существуют силы тяжести, по большому счету. Мы ее отменить не можем, как бы не хотели. Мы можем с помощью устройств ее как-то с ней побороться, самолетов, аэростатов каких-нибудь, еще что-то. Так, примерно здесь существует подвеска, это некая колебательная система, у нее существует резонансная частота колебаний, так назовем, вот, который, собственно говоря, этот выход и происходит. Как его гасить? для этого нужна одна из функций подвески, но хорошая подвеска. Не знаю, вот я понятно, согласен. Ну что, Станислав, значит, я считаю, что с первой частью мы, наверное, про колесо поговорили с большей степенью такой погруженности, которая достаточно для, мне кажется, обычного обывателя, в плане гражданских автомобилей. И, наверное, в следующий раз оставим всю подвеску, поговорим, наверное, в следующий раз про центр крена и посмотрим, какие будут вопросы, так что на следующей лекции уже подготовимся более серьезно и поговорим с вами дальше, если вы не против, конечно. С удовольствием, время есть, пока. Ну что, тогда и останавливаем. Ну и большое спасибо Станиславу Александровичу за то, что он нашел возможность и уделил время, целый час на вот эту вот просветительскую деятельность, пояснил многие непонятные моменты, точно и для меня было интересно послушать, некоторые вещи были откровением, мы с ней проговорили про то, что в машине все важно, все взаимосвязано, колесо это очень серьезный и важный параметр автомобиля, казалось бы, что проще и что, казалось бы, легче, чем поменять колесо, но даже здесь есть очень много подводных камней, задавайте ваши вопросы в комментариях, можете задавать вопросы наперед на следующую лекцию, мы постараемся скомпилировать и как-то напоновать и тоже, если не будет интересно, обязательно озвучим, и Станиславу Александровичу проговорим именно по настройке высоты автомобиля и уделим внимание всем важным моментам, что касается именно этого аспекта. Ну, а на этом все, до новых встреч, до поборщения. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok